МЧС предупреждает о сильной жаре и чрезвычайной пожароопасности. Выставка «Робостарс». На интерактивной площадке можно увидеть 60 роботов со всего мира. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. На официальном сайте администрации Армавира в разделе интернет-приемная «Опрос населения» размещен модуль опросника. Каждый житель города в течение года может выразить свое мнение и отношение к происходящим в Армавире событиям. Для этого нужно принять участие в интернет-голосовании и оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления, заполнив электронную анкету. Опрос проводит Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Армавирский детский сад номер 18 получил грант в рамках национального проекта образования. Более 7 миллионов рублей направят на развитие консультационного центра для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. Какие проблемы помогают решать специалисты, знает Инна Лепеткина. В детском саду номер 18 Армавира с 2017 года работает консультационный центр для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. Здесь они могут получить консультацию логопеда, дефектолога, психолога и других специалистов. В 2019 году центр стал победителем конкурса в рамках национального проекта образования и получил субсидии из федерального и регионального бюджетов. Грант мы получили в размере 7 миллионов 704 тысячи, это из федеральных денег, плюс 375 тысяч, это финансирование региональное. Мы планируем потратить эти деньги на повышение квалификации как родителям, так и нашим педагогам. Это рекламная работа, это приобретаться будет компьютерное оборудование, когда мы можем оказывать консультации дистанционно. То есть родители в отдаленных районах могут с нами созвониться, мы приготовим и будем это транслировать. После получения гранта центр изменил формат работы. Основной пор теперь идет на выездные и дистанционные консультации родителей. В этом году 5 педагогов детского сада повысили квалификацию в Московском педагогическом университете и готовы подсказать мамам и папам, как обучать ребенка дома. Мы бы хотели помочь тем родителям, которые удалены от города. Все-таки в городе большая сеть детских садов, есть специальные учреждения, а люди, которые живут в сельской местности, конечно, им сложнее. И сложнее им добраться, выбраться со своего места жительства. Еще проблема в том, что родители, имеющие особых детей, детей СОВЗ, детей инвалидов, они закрепощены, они не выходят в общество, они стесняются, они считают, что это какая-то проблема. Но на самом деле проблем никаких нет. Если есть возможность помочь этому ребенку, то мы ему можем помочь. Дистанционно специалисты отвечают на вопросы с помощью месседжеров и видеосвязи. Во время очной консультации родители могут спокойно обсудить волнующие их вопросы, пока ребенок остается с воспитателем в комнате ожидания. Сотрудники центра начали проводить выездные встречи в микрорайонах города, чтобы помочь как можно большему числу семей с детьми. К другим темам. МЧС сообщила о наступлении на Кубани 39-градусной жары. Причем экстренные предупреждения о высокой температуре и чрезвычайной пожароопасности пятого класса распространили не только спасатели, но и администрации муниципалитетов. Подробности в следующем сюжете. С 14 по 16 августа местами в юго-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В связи с этим жителям и гостям Армавира необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. При отдыхе на луне природы запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Развести костер можно только на открытых площадках, причем его нужно окопать на расстоянии не менее 50 сантиметров, а потом залить водой или зацепить землей. Шашлыки на природе необходимо жарить только в специально отведенных для этого местах и мангалах, специальных устройствах, предназначенных для этого. Костры вообще категорически запрещено разводить на территории частного сектора. Для тех, кто пренебрегает своей безопасностью и может создать угрозу для благополучия других людей, предусмотрены меры административной ответственности. Итак, на гражданина штраф составит 4 тысячи рублей, на должностное лицо 30 тысяч рублей и на юридическое лицо 400 тысяч рублей. Если вы заметили начинающийся пожар, необходимо сообщить об этом по телефону 01-101 или 320-00. В жаркую и сухую погоду следует соблюдать меры личной безопасности. Нужно носить светлую, воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, головной убор. По возможности в самые жаркие часы лучше оставаться дома. Но если возникла особая необходимость выйти на улицу, передвигаться лучше не спеша, выбирать ту сторону, где есть тень деревьев или домов. В жаркую погоду очень важно соблюдать питьевой режим. Вода, тенек и мороженое. Водичку пьем, наверное, просто. Пьем много воды и мечтаем поехать на море. Холодный напиток. Поездка на речку. Такая жара продлится недолго. Синоптики говорят, что к вечеру пятницы температура начнет снижаться. В субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше плюс 26-27. Снижение температуры будет сопровождаться дождем, грозой и местами возможен град. Возможно усиление ветра до 18 метров в секунду. На следующей неделе метеорологи обещают до 31 градуса. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. К другим новостям. В Армавире продолжает свою работу выставка «Робостарс». Это научно-интерактивная площадка, где расположились более 60 роботов со всего мира. Зоны виртуальной реальности, мастер-классы и зрелищные шоу. На выставке побывала наша съемочная группа. «Робостарс» уже в Армавире и готова принимать гостей. На входе посетители знакомятся с промоботом, который отвечает на вопросы и жмет руку. А дальше еще более 60 роботов, управляемые голосом или жестами и персонажи известных фильмов. Гордость выставки. Шесть зон виртуальной и дополненной реальности, где каждый может побывать внутри игры. Гостей удивят роботеатр и Тесла-шоу, контактный робозоопарк и разные мастер-классы. Нам очень понравилось. Вот пришла с двумя детьми. Вот старшая дочка сидит, рисует 3D-ручкой. Долго, но, конечно, интересно. Робозавр нам очень понравился. Да, Ариша? Хорошо, что у нас в городе такое проводят. Каждый взрослый в душе ребенок. Тоже очень интересно посмотреть, поуправлять, посмотреть реакцию того или иного робота. Поэтому для взрослых тоже очень интересно. Рекомендуем сюда привезти своих детишек, показать, потому что для развития это очень полезно. Здесь стоит не только посмотреть на изобретения со всего мира, но и ощутить, как работают новейшие технологии. Прикоснуться к будущему можно на третьем этаже торгового центра «Армавир Мол» до 2 сентября. Инна Лепеткина, Артур Карджанян, служба информации, телеканал «Армавир Мол» и «Армавир». Это был заключительный сюжет. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. Подписывайтесь на наш новый аккаунт «Город Армавир» в Инстаграме. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.